Клуб «Илохима» в нашем городе создан 23 года назад. Это место, где проводят свое свободное время люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом году у «Илохимовцев» приятная новость. Благодаря поддержке депутата Госсобрания Курултая Республики Андрея Макарова проведен капитальный ремонт помещения, где проводятся занятия. В залах заменены полы, потолок, стены. Приобретено новое оборудование. Современные тренажеры решили поставить в новой комнате для детей. С ребятами занимается опытный тренер Владимир Казаков. В этой комнате находятся все тренажеры, которые касаются подготовки лыжников, гонщиков и легкодлетов. То есть это велосипед, эллипсоидный и велодорожка. В основном занимаются у меня 8 человек. Большую группу я не набирал, потому что за каждым ребенком должен индивидуальный подход к каждому ребенку. И поэтому большое количество я набирать не планировал. Я занимаюсь тем, чтобы тренирую их в дальнейшем для попадания в состав сборной России паралимпийской. Несомненно, занимаясь в таких условиях, у спортсменов клуба будут только улучшаться спортивные показатели. Впрочем, команда элохимовцев в республиканских соревнованиях из года в год остается в числе призеров. Так и в этом году кумертауские спортсмены занимали первые места в таких видах спорта, как лыжные гонки, русский жим, теннису и бадминтону. По итогам этих состязаний элохимовцы – серебряные призеры в республике. Для нас, конечно, это и значимо. Все-таки 42 было команды, борьба достаточно была жесткая, но мы все-таки смогли. С такими городами, как Сильтамак, Салават, Уфа, где численность гораздо больше, у нас очень мало, и получается, что мы все-таки смогли взять второе место. В клубе занимаются люди, сильные духом, активные и жизнерадостные, которые упорным трудом добиваются успехов. По традиции, накануне Международного дня инвалидов здесь проходят городские соревнования по дартсу и бильярду. Это определенная подготовка и к будущей спартакиаде. По итогам соревнований будет составлена сборная команда. Спортсмены настроены только на победу.